И есть несколько у меня знакомых, новопривших, они в России были кем-то, они получили образование, они были специалистами, сюда приехали, работали там на доставках, на Uber, я тоже на этом всём работала. И я смотрю, как отношения в семье портятся, потому что недостаток денег очень влияет на семейные отношения. Много очень семей расходятся, когда приезжают в Америку, это тоже нужно учитывать. Многие сидят на антидепрессанта, потому что тяжело морально здесь. Я вообще никогда не знала, что антидепрессанты существуют. Пока я сюда не приехала. У меня очень много друзей питают эти депрессанты. Ты работала в этой сфере. Вот я прав или не прав? Можно ли её пить? Или лучше всё-таки покупать в бутылках? Я сейчас про Америку говорю, про ту воду, которую они наливают бесплатно, и про ту воду, про которую блогеры так вот прям просто сохнут по ней. Ну, блогеры, которые только приезжают, развивают свой блог, они видят что-то, о, классно, у нас воду не дают, у нас надо купить, вау, классно. Ну, господи, давайте вам в России тоже в ресторане из-под крана нальют воды, вы будете это пить? Что это за вода? Лучше фильтры какие-то, чтобы... Либо бутилированная вода, здесь тоже не очень. Поэтому я сама не проверяла анализы воды, там ни лабораторных условий, ничего. Но сначала я пила тоже воду из дома из-под крана. Сейчас я это прекратила делать, если только нет фильтра. Потому что я смотрела одну передачу про... Вообще можно зайти на сайт, не помню, как он называется, кому интересно, ищите, и посмотреть, что вода бывает во многих районах очень плохая. Там есть и химия, и пятая, и десятая. И все это выложено в интернете, ну, как государственными органами, да, Америки. Поэтому нет, я бы не пила. Делается все в ресторанах, как бы, ну, быстро налил, пропустил человека, получил деньги. То есть не все рестораны плохие, есть классные, но я говорю, что, ну, среднестатистически как бы мне не нравится, как это все устроено, как это все делается, какая там еда, соус на соусе. Все, в принципе... Если не ходить в эксклюзивные рестораны, да, какие-то там крабы, лобстеры, какие-то очень дорогие рестораны, то среднестатистически это для меня как в забегалотке. Иногда столовая в России лучше. Вкуснее, да, мы не будем говорить. Ну, а вот, а можешь как раз поговорить вот про этот аспект жизни? Продукты. Не все, большинство людей говорят, что они сильно отличаются. Европейские, особенно балканские там продукты, южноевропейские продукты, российские продукты от американских. Некоторые говорят, что не замечают разницу, а вот ты, например, замечала... Ну, расскажи тогда. Да, ну, во-первых, естественно, в России продукты вкуснее. Я не знаю, с чем это связано, но, как мне говорил американец, который очень долго живет в Америке, он чистый американец, ему 50 лет, он говорил, что в Америке все выращивается очень быстро, гидропоника, химия, все это обрызгивается быстрее-быстрее, потому что очень много людей и очень надо их всех прокормить. Это вот его слова, да, вот такой слух. Например, я когда приезжала в Россию, уже жила в Америке, сидела в одном углу комнаты, а мама резала огурец в другом, я говорю, мама, что там огурцом-то пахнет? То есть такой насыщенный, свежий аромат, здесь такого нет. Ну, разрезала, он такой, вот говорят в Америке, пластиковые продукты. Ну, для меня это звучит так, ничего не пахнет. Я сейчас живу на ферме, все совсем по-другому, все свежее, классное. Да, если вы будете ходить в дорогие магазины, например, хоу-фуд, да, и там покупать продукты, ну, может быть, это... Может быть, это и лучше. И то не факт, то проверяет этот органик. Я вам скажу, у меня знакомый открыл свою компанию, большая компания с большим именем. Он во многие магазины продавал кофе. Я не знаю, почему, но он писал, вот это органический кофе без ГМО, без ничего. Это просто была лейба, просто была упаковка. Этого человека я знаю очень хорошо. То есть ни на что, ни на ГМО, это кофе не было проверено. Просто была упаковка, он с этой же греб лопатой с мешка кофе и продавал. Я говорю, что значит органик? И сразу это кофе становилось дороже. Это для меня было странно. То есть тоже бывает, делается все как бы так, тяп-ляп. Почему и говорят вот в Америке возможности, потому что можно как-то все быстро делать, без всяких проверок. В России, я считаю, более строгие проверки. Ну, когда я там жила, это, я считаю, более строгие проверки. Ну, в Америке, конечно, есть много возможностей. Возможности обмануть нае другого человека. Fake it until you make it. То же самое с твоим другом, который кофе продает. Вот он пишет, что это органик, хотя это не органик. И пока его за задницу не схватили, это будет для всех органик. А он бабки будет получать за обычное кофе, которое он продает. А с другой стороны, это органик. Это же продукт, это органик. Этот банан органик, и этот органик. Вообще, это какое-то странное распределение до сих пор. В этом не могу понять. Нужно все читать. Нужно все досконально читать. Мне кажется, в России продукты лучше, еда лучше, разнообразней и дешевле. Потому что здесь бывает ту русскую еду, по которой мы скучаем, какой-то творог, какие-то там, не знаю, что там, сардины какие-то, ну, какие-то продукты русские, конфеты. Это все бывает очень дорого. Дешевле пойти купить в Walmart. Мне, например, Walmart не нравится. Дешевый этот магазин, мне не нравятся там продукты. Вот. Так что многие американцы едят еду из патчек, буквально очень много сухой еды едят. Очень много, большой процент. Было время, когда я делала доставки, и я сразу понимала, что это будет бедный район, бедный дом. Люди понабрали там чипсов, каких-то батончиков, все сухое. Никаких не было свежих овощей, фруктов. Я приезжаю, дом, да, очень бедный какой-то район. Я делаю туда доставку. Люди, которые побогаче, они едят еду получше. Вот это я могу сказать. Замечаем. Да, из этого тогда видно, в Америке бедные люди, толстые и жирные, огромные. Это не то, что тут ходишь, ну, в Европе даже такое есть, в России, естественно, такое есть. Ты ходишь, видишь мужик, у него огромное пузо, это потому, что он пиво много пьет и много ест. Очень много ест. А ножки худые, ручки худые, только пузо себе набивать, потому что деньги есть на это. А в Америке вот эта химия и все то, что они жрут, это как-то пропорционально. Вот идет человек, вот этот Michelin Man, это, если кто не знает, да, 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 если кто не знает, это логотип резины, колеса Michelin. Да, вот идет такой человек, полностью надутый, как будто взял кто-то, в него трубку засунул, в отверстие, в любую дырку надул его и вот так он ходит, еле-еле передвигается. И таких в Америке очень-очень-очень много. И статистика это подтверждает. Я никого, я не вру, никого не обманываю, сами можете это проверить. Бедные там толстые, бедных там много. Это реальность не только Америки, но и Канады, и в других странах тоже бедных. Я не говорю, что в России бедных нет. Конечно же есть. Просто нужно говорить, что в Америке, и это по факту, это факт, все не идеально, все невеликолепно. Вы не попадаете в страну, где все просто пипец как красиво, хорошо деньги сыпятся с небес, и все вам все делают фактически за бесплатно. Такого нет. Нет, такого нет, потому что многие люди не могут получить образование. Это очень дорого. Потом, смотря из какого статуса ты социального выходишь в жизнь, какая у тебя семья, чем они занимались, и есть ли у тебя образование, как ты видишь этот мир, какая у тебя картина мира, можешь ли ты развивать бизнес, и так далее. Поэтому некоторые живут очень бедно. Они не могут позволить себе доктора, и они действительно как-то непропорционально распределяются. Много они едят сухой еды, химической какой-то еды, непропорционально все это в организме разделяется. Они пытаются это выставить и ходить даже на подиумы, что они как бы бодипозитив, но это не бодипозитив. И бывает это просто нету денег, нормально питаться, и нету, и как это называется, этикета, наверное, с детства тебе не заложили, что такое питание, что этот продукт, что этот продукт. Слушай, тут, Станислав, люди в Америке так бегут, 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 иногда некогда, не знаю, YouTube-канал посмотреть, потому что столько люди работают, работают, чтобы оплатить те счета. И есть несколько у меня знакомых, новопривших, они в России были кем-то, они получили образование, они были специалистами, сюда приехали, работают там на доставках, на Uber, я тоже на этом всём работала. И я смотрю, как отношения в семье портятся, потому что недостаток денег очень влияет на семейные отношения. Много очень семей расходятся, когда приезжают в Америку, это тоже нужно учитывать. Так что важно понимать, куда ты едешь и с чем ты едешь. И, кстати, это лично моя рекомендация. Когда жила в Америке, я наоборот приобрела квартиру в Петербурге, купила, подкопила здесь денег, что-то собрала, купила, у меня там квартира без всяких кредитов и ипотек. И некоторые люди наоборот продают то, что у них есть в России, чтобы приехать сюда, а ты не знаешь, куда ты приезжаешь сюда. Я вам скажу, нужно не сжигать мосты, нужно не вкладывать все свое жилье, все продал, 50 тысяч долларов, здесь разойдутся за несколько месяцев, а купить обратное, это будет очень сложно. Америка – это такой, есть такой фильм, можно я расскажу, называется «Апалачи трейл», по-моему, там показывают девушку, американку, наркоманку, она выходит в этот трейл, «Апалачи трейл» – это такой, сколько, несколько месяцев нужно этот трейл по лесу идти, и ты не знаешь, что там тебя ждет в конце, выживешь ли ты там всякие животные дикие и так далее, воды нет, и чемодан ты с собой тачешь, и в одиночестве идешь, и ты несколько кроссовок меняешь. И вот Америка мне иногда напоминает такой «Апалачи трейл», когда люди не готовы сюда ехать, они приезжают, «О, Америка, классно, эмигрируем», либо из-за обстановки сейчас, в которой, да, там люди едут, не знают, куда едут, и это как вот этот «Апалачи трейл», ты идешь, и ты не понимаешь, куда ты идешь, а дойдешь ли, а что это за дорога, куда она ведет, насколько она опасна, и люди абсолютно неподготовлены. Иногда действительно стоит лучше развернуться и пойти обратно, потому что ты не знаешь, вот ты прошел этот трейл, да, жизненный, Америку, например, 10 лет, или эту тропу тяжелую, и ты не понимаешь, что она тебе дала вообще на выходе. Ты можешь потерять молодость, потерять друзей. Многие сидят на антидепрессанта, потому что тяжело морально здесь. Я вообще никогда не знала, что антидепрессанты существуют, пока я сюда не приехала. У меня очень много друзей пьют антидепрессанты. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но в России столько не пьют просто. Да, кому-то они необходимы, но здесь что ни день, то ты узнаешь, что человек на антидепрессантах. Поэтому это очень сложно морально проходить, это путь, такой вот трейл. Насколько сильно влияет на тебя чувство принадлежности, когда ты, например, приезжаешь в Россию, или приезжала ты в Россию? Все-таки в Америке ты, как бы ты, ну, я, например, говорю на английский фактически без акцента, но все равно я себя чувствовал, хоть и у меня образование американское, я там военные училища закончил, и я вливался, никто не понимал, откуда я вообще. Думали, что я мексиканец в Штатах. Вот. Я себя там не чувствовал как дома, у меня не было чувства принадлежности, мне было по барабану на 4 июля, мне было по барабану на все, вот, рок-музыку, которую они так любят, потому что это их. Мне мое нравится, наше, общее. И вот насколько ты чувствовал эту разницу, и насколько ты думаешь, это важно для человека, для счастья в его, или в ее жизни? Я помню, был такой момент, как раз было 4 июля, 4 июля отмечается здесь, ну, если прям образно сказать, то довольно скромно, люди смотрят фейерверк, да, америка-американцы. Я помню, мы бежали, бежали смотреть этот фейерверк с американцами, и они вот так вот захлеб прям это смотрят, а для меня это ничего не значит. Потом второй момент был, когда мы с американцами обсуждали, что такое для них День Благодарения, и они вот говорят, ну, мы собираемся с семьей. А что этот исторический день не значит? Мне что-то никто и не особо не ответил, так что глубоко уйти, да. И мы разговаривали о наших праздниках, и я тогда расплакалась, потому что я не была никогда, там, в сороковых годах не жила, но историю нам в школе преподавали, и видели все эти, как бы, бабушек-дедушек этих, да, которые войну прошли. И для меня вот праздник 9 мая – это гигантский какой-то сердечный праздник, к которому идём, это какой-то великий полк, и у меня сердце от этого разрывается. Поэтому принадлежность, естественно, я чувствую больше к нашему народу, к России. И чем ты старше становишься, тем больше ты уже, как бы, можешь мировоззрение менять, картина мира, и ты хочешь больше узнать историю своей страны, и ты понимаешь, что такое растить новое поколение своих детей, что надо их вырастить так, чтобы они не засоряли планету, знаешь, чтобы они красиво разговаривали и растили других детей. Ты понимаешь, насколько это важно. Короче, подросток – это всё особо не важно. В Америке мне не откликается никакой праздник, мне это неинтересно. Ну, мы посели, как бы отдохнули с друзьями, сделали барбекю, она мне не откликается. Интересно, что Америка, она такая многогранная, и бывает, ты приезжаешь в Америку, и многие там начинают снимать YouTube, там, знаешь, они первый год в Америке, они, вау, я про Америку знаю всё. Потом они живут пять лет, понимают, что они могут, ну, немножко записей сделать про Америку, а спустя 20 лет люди понимают, что они не знают Америку вообще. Она такая многогранная, много очень у неё историй, она разная, штаты разные религии, разные, может здесь быть кем хочешь, действительно, любой штат там разный, да, но мне не откликается, ну, ничего абсолютно. И мне, я не понимаю, почему, Станислав, у вас тоже, многие, у которых вы берёте интервью, так и рассказывают про природу Америки. Такая тут природа. Я вообще не могу этого понять. У меня такая природа на Сахалине, и скалы, и океан, и Петербург такой красивый, и Байкал у нас есть, и да, чего там нет, Аказия, Грузия. Почему такая здесь какая-то природа, говорят, нереально? Я много где побывала. Мне ничего такого, ну, да, ну, красиво, но деревья. Ну, я не могу сказать, как вот многие говорят, природа в Америке. Но они, опять же, американцы, они великолепные маркетологи, они очень хорошо умеют этим заниматься. Они, у них там просто вот пятёрка с плюсом, даже можно шестёрку, шесть из пяти им дать. Такое это невозможно, но я бы им дал. Именно по маркетингу. Они великолепно этим занимаются. Они, как я и раньше сказал, из дерьма сделают розочку. И продадут вам, и вы ещё будете счастливы, когда она начнёт вонять дерьмом, а не розочкой. Вы будете... Нет, это именно эффект такой натуральности, или натурализм, или ещё что-то. Они умеют это делать. У нас куча разных красивых, невероятно, безумно красивых мест. Но почему-то природа красивая в Канаде и в Америке. И ты думаешь, блин, ребят, ну хватит вестись на эту пропаганду. Да, у них тоже красивая природа. И в Болгарии красивая природа. И в Румынии, и на Мальте, и там в Китае, и в Таиланде тоже она красивая. Но переезжать в какую-то другую страну, потому что там природа красивая. Ладно, ну тогда, пожалуйста, не живите в Лос-Анджелесе, не живите в Нью-Йорке, идите нахрен в этот лес, где вам природа нравится, построите там себе шалаш и живите в ней. И только тогда мне говорите про красивую природу. И это, ну как фактор, почему вы туда переехали. Станислав, просто может, почему так люди говорят, может, возможно, они начинают ездить по Америке и видеть эту красивую, и по Канаде, да, красивую природу. Может быть, они по России не ездят. Когда вы начнете ездить по России, потому что, я говорю, я родилась в прекрасном, на красивом Сахалине. Да, его можно было содержать лучше, там может быть грязновато, люди там оставляют после себя грязь. Но сейчас очень много пропаганды в России про именно вот этот, ну как, про Greenpeace, грубо говоря, да. Они же, по-моему, запретили их, нет? Не, не Greenpeace, а чтобы улучшать и собирать за собой мусор и распределять мусор. Сейчас это классная пропаганда в Америке. Я даже вчера смотрела «Обмен домами» передачу, и там было, что и эта семья, они менялись домами, и эта семья, они все-таки распределяют мусор. И мне нравится эта пропаганда. Люди могут это смотреть и улучшать, собирать пакетики за собачками и так далее. Вот, поэтому это классная пропаганда. И люди, может быть, думают, что такая классная природа в Америке, потому что они не были, может быть, у нас. Ну, какая, ну что, я не знаю, что там, ну пальма, хорошо, ну елка, елка, береза и береза, она одинаковая, горы, скалы. На Сахалин поедете, там такие горы, скалы, таких не видели нигде. Ну, есть, есть одна причина, просто это посмотреть на Америку, она квадратная. А у нас очень длинный прямоугольник, очень длинный. И намного сложнее ездить, намного сложнее. И как бы, вот да, чтобы увидеть горы, мне нужно ехать на Урал или на Кавказ. Да. Правильно? Или в Крым. Да. Это далеко, это не близко. А я хочу на машине, потому что хочу видеть все, всю красоту, весь колорит и среднего, и бедного, и богатого. Вот. И так же на Сахалин, на Алтай, говорят, невероятно красиво. У меня друзья на Алтай тоже, да. Туда нужно добираться. В Америке в этом смысле чуть-чуть полегче, потому что все-таки она, да. Вот. Ну и там мы сейчас развиваем нашу сеть автострады, если можно так сказать, ну, больших дорог. А в Америке Айзенхауэр, система Айзенхауэра, которая базируется на немецкой системе, они еще и в 50-х это сделали, когда увидели, о, класс, вот как правильно нужно делать. Они сделали, у них-то получилось. Ну, смотри, ты в конце, ты хотела рассказать про ферму, на которой ты живешь. Я не знаю вообще, что ты хотела, хочешь рассказать, но пожалуйста, рассказывай. Я делала какие-то заметки, да, тебе отправляла про ферму. Нет, я просто, интересный момент, я всегда хотела, вот расскажу про одну сложность в Америке, я сейчас, сложность в России, то есть я сейчас волонтерю, я как волонтер на ферме на три месяца на лето. Потом опять уезжаю жить в нормальное жилье, в дом. Сейчас живу в гостевом домике на три месяца. Но в России это как-то сложно, пойти волонтерить. У меня подруга пыталась устроиться волонтерить, Лиза Алерт более-еще, более-менее, а в какое-то другое государственное учреждение она хотела работать с детьми, сделать им аппликации. Они просили перевести деньги. Она только где смогла волонтерить, это про Питера говорю, это раздавать бездомным еду. Куда-то она ездила, тратила время, делала. Вот такой волонтер. А так, она говорит, Света, как мне было тяжело, потому что я очень люблю волонтерить, я всегда это ищу. Я думаю, приеду в Питер, обязательно куда-нибудь пойду волонтерить. Мне это интересно. Новый круг людей, знакомые, помощь, ты делаешь что-то хорошее, или мусор убирать, или людей искать, что угодно. Мне нравится все. В Америке это попроще. И я когда приехала в Америку, я слышала, что дочка моего бывшего мужа, она поехала как-то через церковь, как волонтер в Непал. Я думаю, вау, так интересно, классно там. Ну, правда, она за это деньги платила. И мне так стало сразу интересно, тоже захотела волонтерить. Долго думала, как найти эту программу. Пока работаешь туда-сюда, не до этого было. И здесь я узнала, что есть приложение, в котором ты можешь вообще по всему миру, только почему-то, кроме России и Кубы, там этого нет. Можешь по всему миру волонтерить, обычных людей. Я стала волонтером на ферме на три месяца. Вот. Я помогаю им по огороду, вот это все делаю, с животными, с козочками, с зайцами. Для меня новый опыт, потому что в жизни никогда не трогала корову, не была так рядом, к козам. Это интересно. Можешь как бы подумать о жизни по всей идее, что тебе нравится, что тебе хочется. У меня дочка на домашнем образовании, сейчас к этому вернемся. И пока я здесь как волонтер. И так как у меня всегда какие-то идеи с бизнесом возникают, я сделала здесь детский лагерь. Это, опять же, к этому вернемся. Настолько сложно в России будет сделать детский лагерь. Это какие-то санэпидистанции должна быть, расписание вывоза мусора. Я читала. Довольно сложно, но возможно. Здесь ты просто набираешь детей на ферму. Так вот все раз и просто. И ты такой бизнес. Стой, стой. Ну подожди секундочку. Я как отец ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то, какой-то дядя или какая-то тетя, и сейчас я не пытаюсь себя как-то оскорбить, просто собрала детишек и сказала, ой, я хочу открыть маленькую ферму, где они могут потрогать разных животных или там еще что-то. Нет. Если это связано с детьми, я хочу, чтобы пришло правительство, все это нахрен перепроверило тысячу раз, чтобы у них было куча разных пермитов, ну разрешений, проверки внезапные, а чтобы не случалось, не случались те трагедии, которые случаются по всему миру разно. Я не хочу, чтобы это случилось. Так что для меня вот это наоборот. В каком-то смысле, да, я понимаю, ты хочешь открыть какой-то волонтер, ну там дети придут и так далее. Я не хочу, чтобы это так просто и легко. Это мой ребенок. Ни в коем случае. Особенно на данный момент это может сделать какая-то синеволосная феминистка, которая будет продвигать ЛГБТ-пропаганду моему ребенку. И хоп, через три месяца у меня дочка ходит полулысая и говорит, папа, я хочу быть мальчиком. Нет, спасибо. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Что меня удивляет, что я работаю с детьми, мне не нужны никакие пермиты, ничего, да. Я вела три недели лагеря у меня прошло уже. Сейчас очень жарко, влажно, я пока остановила это дело. Да, да, разреши. Что мне интересно, что люди, которые, например, фотографом в Северной Каролине, нужно иметь лицензию, да. А работать с детьми никакую лицензию не нужно иметь, если там полдня работаешь с детьми. Мне это тоже удивляет. Да, это идет как плюс мне, но с другой стороны, мне это не нравится вообще. Но я об этом не знала. Здесь, в Америке, вот, кто не знает, здесь обычно по неделям идут детские лагеря. И люди уже в феврале оплачивают и заранее готовятся на лето ребенка отдать детский лагерь. Неделю в компьютерный класс, неделю в школу туда, неделю на ферме, разные, в общем, лагеря. И лагерь здесь организовать легко. Просто кому интересен этот бизнес, кто готов отдавать детей, это легко. Берешь 20 детей на неделю, это будет 6 тысяч долларов за неделю. Вот просто говорю по деньгам, да, например. И я как-то искала лагерь пару лет назад, когда я вообще не имела вот этого лагеря своего фермерского, я искала лагерь. У нас в России тоже, кстати, Нанислав, есть фермерские лагери, такие классные, такие, ой, там они такие красивые. Да, но я надеюсь, их перепроверяют. Там не так просто, как здесь, конечно. Я не могу сказать, что мне это нравится, что можно так, но я этого не знала. Я принесла свою дочку, привела 2 года назад в фермерский лагерь. Много-много детей, а я была более-менее свободна, и я спросила, а можно я у вас по волонтеру тоже? Хотите, помогу. И они спокойно берут все волонтера всегда. Здоровый человек, нездоровый, никаких справок не проявляет. Говорит, приходите, волонтерьте, помогайте с детьми. Ну ладно. Я пришла, и был у них хороший лагерь, он действующий, там 500 долларов в неделю стоит этот лагерь на 5 дней без сна, без еды. Я там волонтерила, и что мне там, я не знала, нужны ли документы. Вот все родители привели детей, я привела, знаешь, уже 10 лет этому или больше лагеря на ферме, и только спустя время, когда я открыла свой лагерь, начала 2 года спустя, подумала, что я могу тоже лагерь сделать на ферме, на которой я волонтерила, я поняла, что никакие документы не нужны, кроме страховки. То есть там страховка копейки стоит, знаешь, в этот месяц там, кроме страховки, если что случится. И мне, честно говоря, я продолжила делать лагерь, это делала несколько недель, но мне тоже это непонятно, почему, так это просто, такое отношение к детям. И когда я была в том лагере, куда моя дочка ходила 2 года назад, вы не запутались уже, где я там волонтерила, где нет? Ну, мы 2 часа поговорили, еще можно минут 10 уделить, пожалуйста. А так запутался, не запутался, это не важно, главное, чтобы аудитория не запуталась. Продолжай. В общем, в лагерь, которым я волонтерила 2 года назад, куда ходила моя дочка, сама в лагерь, да, заплатно мы ходили. Дети изначально, вот что мне было очень интересно, это промывка мозгов. Дети собираются, все малыши, 8, 9, 10 лет, 6, они собираются, все остальные, ждут, пока родители других привезут. И потом начинается, как бы перед тем, как пойти в лагерь, гладить козу, кушать, там собирать овощи. Там был лагерь, вели мужчина и женщина, такие как бы лет по 50-м. И они начали на английском что-то детям говорить, говорить, и тут я слышу, они говорят, немножко, знаешь, начали грузить такой историей. Вот вы как думаете, мужик говорит, вы как думаете, дети, было ли рабство в Америке? Они такие, да, было. Он говорит, так и сейчас оно есть, потому что вы рабы своих родителей. Я говорю своей дочке, Кира, что он сейчас сказал? То есть вроде бы как-то он начал говорить, какие правила мы соблюдаем на ферме, там пятая не с десятой, вдруг влился в вот эту тематику. Я говорю, что он сказал? Я правильно поняла? То есть, когда вы отдаете куда-то своего ребенка, вы не знаете, чем его будут там учить и что ему будут промывать, чем мозг, так же в школу. Когда вы отдаете, вы не знаете, что там этому ребенку как бы грозит, да? Слушай, проблема, что если бы это была моя дочь, я был бы там, проблема, что и в морду ему дать невозможно, потому что он тебя засудит, и ты окажешься просто, опять же, бомжом на улице, потому что не сможешь расплачиваться или в тюрьме. За такое сразу бить нужно, но в Америке это, конечно, делать нельзя. Что значит? Вы рабы своих родителей. Но я, это моя сейчас реакция, хотя я знаю, что такие вещи происходят в Штатах и в Канаде, что именно это пропагандируется. А то, что эти люди, ну, короче, ладно, это мое сейчас мнение, как отец, я сильно возмущен. О, я тоже абсолютно, когда начинаешь во что-то углубляться, ты понимаешь, что что-то здесь не так. И что-то с этим обществом пошло не так в последние годы, оно сломано. Поэтому, поэтому уезжаем обратно, да, возможно, приеду, буду какое-то время здесь отдыхать, посмотрим, как оно дальше будет. Но на сегодняшний момент я Америку и люблю, и не люблю. А вы не затронули еще вас, Станислав, здоровье. Здравоохранение? Не знаю, бывает, бывает такое, забываю. Но если хочешь рассказать, хотя многие уже рассказывали насчет здравоохранения в Америке, в принципе, ты можешь это затронуть. Коротко говоря, я лично, лишний раз и почту не пойти к доктору, чем пойти. Вот так скажу. Потому что, коротко говоря, я знаю, что я пойду к доктору, я заплачу, у меня пропишет попейте воды и тайланол, то есть обезболивающий, да. Я сейчас живу с ребятами на ферме, и у него этого парня, он программист, содержит ферму, и у него гастрит. Есть лечение от гастрита, но ему доктор ничего не сказал, кроме попейте побольше воды, и если уже начнется кровотечение, тогда придется. То есть какой-то экстримзис. Я просто знаю, потому что у меня проблемы были с жилой, я до сих пор это очень долго и мучительно лечить вот эти проблемы. С кем не поговоришь, у всех, ну прям, это реально очень сложно его лечить. Но все равно, когда я пришел к доктору, несколько раз ходил, мне куча, просто все, список дали, чего можно есть, чего нельзя есть, когда это, какие таблетки принимать, что принимать, добавки какие к пище, там, то есть все это, потом говорят, потом придешь, потом вот это, и только тогда мы уже будем тебя там антибиотиками, скажем, лечить, когда мы восстановим. Короче, наше здравоохранение в этом смысле лучше, чем американское, потому что наши, наши могут еще и другие вещи выписывать, и реально пытаться, они пытаются вылечить корень проблемы, они просто заправлять. Они дают диету, они дают и диету, и таблетку, и расписание сна, что-то вот они, как, ну, расписание, как бы, того режима, да, они еще проблему пытаются лечить. Здесь вода и таланол, в общем-то говоря. А еще был у нас с дочкой такой интересный случай, до того, как пойти в школу, это в шестой класс она пошла, мы были на домашнем, потом перешли в шестой класс и опять ушли сейчас на домашнее обучение. И когда мы зашли к доктору, потому что нужно было провериться перед школой, подписать какую-то бумажку. Доктор спрашивает, окей, как вас зовут? Вот нас зовут Кира. Сколько вам лет? Окей, какой у вас вес? Окей. И дальше спрашивает, какое вы пьете молоко? Нам и так смешно к докторам здесь ходить. Здесь такой ступор был, мы не понимаем, что ответить. То есть они какую-то базу данных собирают. Мы сказали, мы пьем органическое. И все. То есть какую-то базу данных, какое оно должно быть? Жирное, двухпроцентное. Нам нужно. То есть почему такой вопрос? Мне кажется, это статистика. Причем с молоком, потому что вообще не пью молоко. С докторами у нас была проблема очень дорогостоящая. Медицина на зубы очень. И мы действительно ездили лечить зубы в России на 8 тысяч долларов. Пару дырочек. В России я сделала все это за 500 долларов. В доле поперек. Сейчас, извини, тут была проблема с интернетом. Ты сказала, что в Америке тебе это бы стоило 8 тысяч долларов, а в России это 500 долларов стоило. Правильно? Да, в России это стоит 500 долларов, да. Мы обычно спорим с моими подружками, с Россией. Ну, в хорошем смысле спорим. Я говорю, здесь очень дорого. Здесь платная медицина. Они говорят, какая у нас в России плохая медицина. Я говорю, вы должны боготворить эту русскую медицину. Вам абсолютно все делают бесплатно. Здесь бесплатно нету. И могут выставлять, читая, делать ошибки. Ну, это классика жанра, что об этом говорить. Постоянно выставляются какие-то счета. Ты вроде оплатил, и тебе еще тысяч долларов может что-то прийти. Это сплошь и рядом, вокруг да около, люди, которые выбирают жить, жизнь в Америке, они немножко закрывают на это глаза. С чем-то они могут смириться, они на это закрывают глаза. Вот. Мне хочется пойти к доктору все проверить. Ну да, нужно добавить, потому что люди у нас не понимают. Когда мы говорим люди, которые жили в Америке, скажем, в Канаде, Европе, ну нет, в основном-то Америка и Канада, мы называем государственное здравоохранение бесплатным, хотя мы прекрасно понимаем, что это идет из наших налогов, то, что мы платим. Но мы называем это бесплатное по одной причине, потому что те люди, которые жили в Америке, сейчас про них, и канадцы об этом тоже знают, потому что если ты, как американец, пришел куда-то кому-то лечиться, и ты за это заплатил, это платное. Если ты ничего не заплатил, и это у тебя из налогов вышло, это считается бесплатным. Это чисто американо-канадское понятие. Это на том, не считая, хотя я не знаю, Мексики знают про это, не знают, не знаю. Но северный американский континент, вот эти две страны, Канада и Америка, это их понятие, это они так разделяют именно по этой причине. Так что, когда мы говорим бесплатное здравоохранение, мы не дураки, мы понимаем, что это идет из наших налогов. Просто ты ничего не платишь, когда ты идешь и используешь эту систему на тот момент. Ты не становишься банкротом, если у тебя что-то произошло, как это происходит в Америке. Вот и все. Абсолютно. Мы должны понимать, что у нас, что в России у нас не бесплатная медицина, мы за нее уже заплатили просто с налогов. и мы должны радоваться тому, что есть. У нас есть и классные врачи, и операции, и разные больницы, и ты можешь просто обследование пройти бесплатно. Хотите за 3 рубля пройти? Хорошо, вот через дорогу Хеликс какой-нибудь. У меня мама недавно заплатила всего лишь, без перевести в американские деньги, 90 долларов. 80 или 90 долларов она пошла в своем же девятке, на окраина Петербурга, она вышла, пошла к доктору, слали УЗИ, ей прописали таблетки, ее посмотрели, вот прям здесь и сейчас, без всяких записей на будущее. Ей все сказали, поставили диагноз, она заплатила 90 долларов, это вообще копейки. То есть это, ну, например, у меня мама зарабатывает 70 тысяч рублей, вот так вот, да? То есть это сколько процентов-то? О, господи, это 5 тысяч рублей или 6 она заплатила за... Ей помог. Не, пойдем, здесь... Это 9 тысяч, если 100 долларов, это 9 тысяч сейчас, там 80 долларов, сколько нет, это 90 сказал, долларов, это у нас будет 8 тысяч 100, плюс-минус, ну, смотря какой курс. Ну, все равно, как бы в Америке, да, вот ты можешь прийти, и у тебя счет будет 5 или 6 или 8 тысяч, страховка покроет, может быть, 50, может быть, 30, может быть, 70, хрен его знает, или, может быть, ты в другом штате вообще, а у тебя зарплата 3 тысячи или 4 тысячи, и вот, пожалуйста, тебе один месяц просто так ушел, потому что тебе нужно было вылечиться. Светлана, смотри, в конце интервью ты смотришь мои выпуски, ты знаешь, о чем я сейчас скажу, а это будет открытый микрофон. Скажи, что хочешь, что приходит тебе в голову, пожалуйста. Друзья, кто нас сейчас смотрит, я хочу сказать, если вам действительно по духу заходит Америка, это есть, и вам сейчас тяжело, все равно давите до конца, обучайтесь, оставайтесь в этой стране, окей, если вам нравится. Если кому-то в Америке тяжело и пытается отсюда выпутаться и сохранить как бы свои в свои корни, в России, возвращайтесь. В России сейчас очень хорошо, красиво, я там бываю, и я действительно хочу воспитывать своего ребенка там, в ближайшие там несколько лет. Что у нас еще может быть? Так открытый микрофон. Что обычно еще люди говорят? Мы так много поговорили с вами, Станислав, я думаю, мы все сказали. Я думаю. скоро уезжаю с Америки в конце года, если кому-то нужна моя помощь по консультации, как заниматься продажей, обращайтесь, я занимаюсь на eBay. Это будет вам дополнительный доход, потому что, что в Америке с деньгами напряжено, хотя кажется, со стороны все такая красивая картинка, но это не так. Большинство моих друзей не имеют отложенные там тысячи двух долларов, да, хотя у меня, ну, ребята хорошие профессии имеют. Ну, ты сейчас свои сервисы продаешь американцам, потому что eBay в России его нет, и на нем зарабатывать невозможно, я так предполагаю. У нас в Алберис, у нас люди вот этим занимаются, и то не всегда это получается. Да, еду в Россию, буду заниматься в Алберис, и в Алберис, по-моему, сейчас такая гигантская платформа, больше, чем даже Амазон. Вот я что заметила. Я тоже это начинаю сейчас изучать. Жалко, что eBay ушел, оттуда разве ушел eBay? Да, я проверяю, что хотела сказать. Я думаю, все. Я думаю, я сказал, минусы, мы обо всем поговорили, я очень благодарна. Мы о многом поговорили, надеюсь, что всем понравилось, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, пишите комментарии, и так далее, и так далее. С нами сегодня была Светлана, Светлана на данный момент живет в Северной Каролине, и собирается переехать обратно в Россию, в Санкт-Петербург. Светлана, еще раз огромное спасибо, что ты мне написала, и что мы сегодня смогли поговорить. Хорошо, спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok